привет вас предлагаю вам видео ретро когда-то был такой телеканал бизнес тв может помнить может нет и там была такая передача хороший день вел ее артем алешин и вот он напомнил точнее фейсбук напомнил что кажется 8 лет назад эта передача появилась я время от времени был этой передачи даже арестович нам тоже был я бы ни разу и вот хочу вам показать старую старую запись обращая внимание она была сделана очень давно видно по сюжету что очень давно там еще порошенко вспоминается и думать его посмотреть и задать себе вопрос почему я все знаю почему когда я вам рассказываю это правда та правда которая очень дебилом режь да действительно я знаю что будет дальше да действительно я говорю про я понимаю что правда она немножко не сладко ложь сладко а правда реально я предлагаю посмотреть вот это видео просто вспомнить было действительно не сидите там обсуждаем те события которые были очень давно и обсуждают те моменты разговоры фантазии которые тогда бы сделайте вы чисто ретро ретро сюжет ретро видео и сразу передача довольно большая тем более так хорошо смонтирована тогда чуть-чуть и я точнее youtube это покруче все-таки телевидение так что давайте посмотрим немножко историю вспомним было я и ответим на самый главный вопрос почему я говорю про и почему моя правда дебилом глазами смотрите Добрый вечер. В эфире бизнеса, ток-шоу «Хороший день» в студии Артем Алешин. Итак, повторю еще раз. Политический попкорн дорожает не по дням, а по часам. Скандалы накрыли Украину похлещей лавины. Поэтому у нас третья часть морализованского балета под названием «Битва олигархов». Идет она в первую очередь вокруг государственных активов. Обсуждать это мы будем с президентом Украинского аналитического центра Александром Ахрименко. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Александр Андреевич, давайте сначала посмотрим видео, которое появилось якобы в 2 часа ночи, да? Да, хорошее время. Время хорошее, 2 часа ночи. Снимали на банковой в администрации президента. Слушайте. Люди спят. Мы должны обеспечить мир, незабы, стабильность и спокойствие. Мы с вами сделали много для того, чтобы Украина была объединена, чтобы Украина была защищена, чтобы безопасность Украины не ставилась в предприятии. Спасибо. И вам спасибо за субтитры. Спасибо, мой друг, и до свидания. Почему до свидания? Сейчас поговорим. Ну, пока, пока. Де-факто, до свидания, да? Де-юре, до свидания. Удивило вас это или нет? Потому что многие спорили в том же Фейсбуке, в Твиттере, уволит, не уволит, уволит, не уволит. Нет, конечно. Не, меня не удивило и не посмотрел, какая разница. Ну, Коломойск остался Коломойским, понимаете? Он в любом случае... Но он уже не губернатор. Не губернатор, но все равно он среди трех лидеров страны. Так что все осталось. Серый кардинал. Ну, я бы сказал, один из царей. Красивый. Цель, давай, кесарь. Знаете, трех кесаря. Красиво звучит. Нужно один император. Император нужен. Нужен. Такой метит на императора теперь? Ну, не знаю, не, ну, смотрите. Вы помните, Римский империй был трех кесаря. Остался один, Юрий, только. И он был венчан короной императора. Империус. Первый. Замечательно. А вот у нас первый есть официально. Не, не, не. У нас три кесаря. Нет, нас три царя. У нас все равные. У нас все кесари. А ты император не тоже император. То есть началась борьба за императорский пост. Да, конечно. Тем более, очень хороший пост. С удовольствием бы, так сказать, поделил. И какие шансы у трех кесарей? У трех, ну, сейчас почти ран. Не, ну, там кто-то больше, больше, меньше. Пока сложно сказать. Честно говоря, на сегодняшний момент никто, никто, ни политолог, ни экономист не скажет, кто выиграет. Причем не нужно думать... Ну, вы же политолог-экономист. А ну-ка попробуйте. Никто не выиграет. Не, ну, ты сейчас, сейчас можно ставки принимать. Проиграем точно. Нет, пластианс может быть самым невероятным. Да невероятности пластианса. И может быть очень интересно. Вот зато, посчитайте, как будто интересно будет читать учебник истории. Читая, читая. Да не было троясь этого. Да это тоже не было. Ну, ладно, пускай будет так. Хорошо. Будет как будет. Ну, а теперь имеем нового губернатора Днепропетровской области. Ну, это так. Некто, вот он, Валентин Резниченко, который, естественно, был заместителем главы администрации президента Ложкина. А до этого 15 лет проработал у него же в холдинге, медиахолдинге ОМХ, менеджером. Адекватное назначение. Фактически, медиаменеджер с маленьким опытом работы чиновника назначается губернатором при фронтовой области. Ну, давайте ответим очень красиво. Президенту видней. Ну, действительно, согласно Конституции, президент имеет право назначить губернатором любого человека, который считает. Ну, у нас нет в Конституции, что губернатор должен иметь там высшее образование. Таких требований нет. Пожалуйста, не ворушение. Я считаю, нет проблем. Ну, а это не продолжение череды назначений? Помните резонанс в прошлом году, в начале этого, когда мальчик стал главой нацкомиссии по регулированию тарифов ЖКХ, электроэнергетики и так далее? Не, ну, действительно, ротация идет. Но, может, давайте загадаем времена товарища Сталина, когда он назначал, к примеру, губернатором действительно 20-летних людей. Почему? Для того, чтобы старых партийцев сдвинуть. Логично, правильно. Ну, это не совсем, это далеко не понимает. Нет, это не старый. Нет, ну, были моменты, когда он заведомо сдвигал старых партийцев, умеющих старшего, для того, чтобы сдвинуть, поставить молодого. Так что все. Хорошо, а какие шансы у Резниченко в Днепропетровской области, которая является вотчиной Коломойского? Он буквально там сколько, месяцок поработал в соседней Запорожской, которая тоже вотчина Коломойского? Нет, нет, не Коломойского. Запорожская вотчина Рената. Не надо. Не надо путать. Что, где надо олигархам путать территории, вы что? Ошибся. Ну, хотя пытался, пытался Коломойский, да, хорошо. Вот какое будущее у Резниченко губернатора? Такое, как в Запорожье. Месяц? Не, не. Он будет, он, смотрите, есть, так сказать, знаете, царствовать, но не править. А править будут все равно люди Коломойского? Ну, конечно, да, конечно. Но они же вроде все, Корбан, Лейник, заявили, что уходят вместе с шефом. Да, даже сейчас, вы знаете, что мы сейчас видим? Сейчас мы видим кучу уголовных дел, возбуждения, борьба с коррупцией, флагом махать будут, потом где-то через год даже забудут сгадать, что оказывается мы с кем-то боролись. Понимаете, ситуация следующая. Конечно, можно менять сколько угодно, но есть, ну, как бы сказать, настоящий лидер, есть номинальный. Понимаете, просто так поменять настоящего лидера сложно. Нет, формально можно, но сложно. То есть это номинальный будет? Чисто. Я так понимаю, ну, опять же, я, в принципе, понимаю даже президента. Сейчас поставят, например, у сильного лидера, они же на второй день перефередутся. Будет микс-файт. Да, он поставил такой немножко спокойненький. В крайнем случае, он будет потихоньку царствовать, все будут довольны. Но ходить, решать вопросы будут в другое место. Ну, понятно. Теперь давайте продолжим насчет того, к которому, наверное, будут приходить и решать вопросы. Но он уже де-юре, да, не губернатор. Ну да, де-юре, да. Вот резонанс же пошел сегодня сразу же. Вот Анатолий Гриценко, известный политик, да. Вот что он заявил. Президент сейчас получил шанс замахнуться на суперзадачу. Провести де-олигархизацию, господи государства. Как бы ни закончилось на Коломойском, Ахметове или Фиртоше, чтобы этот процесс не закончился банальным перераспределением активов и влияния. Чтобы президенту поверили, де-олигархизацию, вычитал таки, президент должен начать с Порошенко, собственным примером, по принципу «делай, как я», Анатолий Гриценко. Салатик, салатик. Жестокий, конечно, это человек, Анатолий, ой, жестокий. Но красиво говорит. Жесткий, но справедливый. Но справедливый, да. Нет, я понимаю, я шутик хороший, знаете. Это то же самое, что, знаете, слузд, пчелы против мёда. Нет, ну это призыв, да, призыв. Да, это пчелы, это то же самое, пчелы против мёда. Можно так повесить, пчелы против мёда, все нормально. Как во времена Юшенко, да. Да, да, все. Да нет, ну мы же понимаем, что, ну, понимаете, как это, олигархи играют в кошки-мышки. Типа, давайте, 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 давайте. Да, хорошо, есть другая точка зрения. Ну, понятно, что призыв такой, действительно, первый сделал, и тогда, ну, ни у кого, да, у второго, у третьего, у пятого, у шестьдесят шестого. Нет, 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 я бы добавил призыв, чтобы президент завтрашнего дня начинал ездить на велосипеде, но без охраны, без ничего, ну, как в европейский. И премьер. И премьер. И спикер. И спикер. Нет, примерно в самокате. Ну, президент на велосипеде, например. Да ну что ж вы на самокате? Нет, 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 на самокате. А вы знаете, что, по-моему, мэр какого-то голландского города дома с самокат ездит. Голландского? Да. Почему? Потому что велосипед все-таки это немножко дорого, а вот самокат он смог тебе позволить купить. Кризисный вариант. Ну, все это, а ты же голландский, это же нищая страна. Ага, нищая. И мэры там нищие. А мы богатые, мы не нищие, хватит, да, все, закрылите, мы мы богатые. Продолжаем. Есть другая позиция, скажем так, позиция пропрезидентская, известного бывшего украинского политика, тоже он тут, как Игреценко, не один раз был в этой студии, Тарас Черновол. Вот что он написал, кстати, тоже у себя в фейсбуке, как Игреценко. Для ботов, которые активно взялись эксплуатировать тему о том, что, видите ли, президент принялся делать зачистку именно с олигарха-патриота, а олигархов-предателей не трогает. Антиолигархическими изменениями в законодательстве ограничили влияние на государство всех, как и паразитирование на госресурсах. Все остальные приняли новые правила игры. Но рэкетир-патриот, цитата, решил, что он стоит над законами и страной. Тарас Черновол, украинский политик, экс-народный депутат. Ну как, есть зерно здраво? Не, ну как депутата есть, а как экономиста нет. Ну вы знаете, самый хороший... А как уснуйте? Самый главный лозунг, самый... Берем пример США, Англия, Франция, сколько говорится, нормальные страны. Там есть железное правило. Старину не рушить. Собственность священна. Если человек владеет у Горнафта, пускай владеет дальше. Он уже на это заслужил. Не трогайте чужое. Не надо переделять собственность. Вы уверены, что олигарх Пупкин будет лучше, чем олигарх, который владеет? Да не рассказывайте сказки. Владеет, слава Богу. Собственность священна. Вообще, по большому счету, я взял бы там сейчас, пораздавал бы все. Пускай люди работают, не на прочь. Стабильность, спокойствие. Думаете, Америка. Да в Америке почему богатые люди? Потому что 200 лет уже решают не пистолетом. Поделили, слава Богу. Немножко не так поделили. Ну, какая разница? Хорошо. А если есть вопросы с законодательной, криминальной точки зрения... Отменить за кого вопроса, пустить, вы же про власти. Вот еще раз говорю. Старину не рушить. Не надо переделять. Хорошо. А если депутаты от блока Порошенко заявляют, и не только депутаты, и другие госчиновники, о том, что 6 миллиардов за время царствования Коломойского в Укрнафте государство недополучило. Нужно простить? Не-не-не, минуточку. Решение суда есть, набравшее законы силы? Вот будет решение суда, набравшее законы силы? Пожалуйста. Нет решения суда, это есть слова. Докажите. Ну, докажите. Понимаете? Вот мы говорим, мы Европа. Ребята, нет проблем. Суд. И пока не будет решения суда касационного, молчать. А и не надо рассказывать, что вы Европа. Или вы Азия. Азия тогда другое. Кто с мечом, тот и прав. Но у нас же наши суды же самые справедливые суды. Мы идем в Европу. Мы сделали европейский выбор. Все, пацаны. Надо было не делать европейский выбор. В Азии все просто. Хан сказал, хан сделал. В Европе как? Вы хотите что-то доказать в суд? Почему там в Америке куча анекдотов про адвокатов? Во, где они сидят. Про судьи они кто-то еще больше. Причем их рассказывать в этом студии нельзя. Могут вырезать за иницизуру. Действительно. Там есть два неприличных анекдотов. Адвокаты судьи. Причем ужасно неприличные. Так, попрошу не материться сразу. Но это вы про английские судьи. Про американские. Про наших нет. Теперь вот как бы завершая тему конфликта всех с Коломойским. Как говорят, Коломойский против всех. Вот интересна позиция. Вы уже говорили, что дальше будет очень интересно. И ситуации могут быть разрешиться невероятным образом. Известный политолог украинский тоже недавно тут был у нас в студии. Говорили, кстати, об этом же. Вот он продолжает свои мысли уже сегодня у себя же в Фейсбуке. Написал. Ни первый, ни второй не могут решить конфликцию и пользу. То есть Порошенко-Коломойский. Не могут они решить вопрос и нулевым вариантом. Классический дедлог, взаимная блокировка, обычно из него выходят, когда одна из сторон меняет правила игры или применяет силу. А ночная отставка Коломойского может свидетельствовать только об одном. Стороны договорились за счет третьей стороны. А именно растаможивание старых олигархов. Виталий Кулик. Действительно ли стоит сейчас напрячься Ахметову, Фирташу, Суркисам и всем остальным? Нет, они всегда в напряжении. Вы что думаете, заработать миллиард легко, а удержать еще? Нет, олигархов это работа тяжело. Хорошо. Могут ли первый и Днепропетровский договорить отжать остальных олигархов? И обратный ход может быть. Могут отжать Днепропетровский, Днепропетровский, Львовский будет разорить. Все, что может быть. То есть на сегодняшнем единственное скан, никто не знает, чем закончится. Понимаете, курьез заключается в том, что годы через пять, тех, которых мы уже, скажем так, крест поставили, они обратно вернулись и не просто отжали, они в асфальт закатали тех, кто их сейчас... В истории этого много случаев бывает. По этой причине сейчас никто не знает результат. Понятное дело, что какая-то договоренность есть, но мы все равно правду никогда не узнаем, даже можем там догадываться. Понятно, что когда они встречаются, и когда камеры включаются, они говорят немножко по-другому. Ну мы слышали, они очень красиво разговаривали. Это перед камерой, когда выключили. Ну даже мы видели на той неделе, как Коломойский и даже при включенных камерах Сергея Мандрушко с радио Свобода общался. А вот если бы вы слышали, как, к примеру, общаются олигархи? А вы слышали? Не, не слышал. Я думаю, очень интересно. А я, кстати, честно скажу, с одним из них, не буду говорить фамилию, но мы о нем, его сегодня вспоминали. Я слышал, как он общался при мне с другими людьми. Ну, сильно сдерживался, это было видно. Сильно сдерживался, сильно, да. Хорошо. Ну вот, кстати, давайте поговорим все-таки о тех, у кого могут отжать сейчас. Вы знаете, и в Фейсбуке, и везде, знаете, многие задаются праведным гневом. Не трогайте олигарха-патриота, а трогайте попередников, экс-регионалов. Почему их никто не трогает, почему нет ни одного уголовного дела? Подождите. Давайте сейчас зерна от плевелы отделим, да? Вот давайте. Против Коломойского тоже никто уголовных дел не возбуждал. Не возбуждал. Но идет борьба за собственность. А теперь давайте-ка посмотрим, мы так подборочку сделали. Кстати, наш режиссер откопал аналитику такую небольшую, за что ему спасибо. Вот что потерял за последний год Ахметов? НКРЕ, которую мы вспоминали, нацкомиссия по регулированию энерготарифов, вывели из его зоны влияния, там человек Порошенко. Укрэнерго, компания, кстати, оскандалившаяся, как и следующая, с закупками всего этого угля в ЮАР, вывели из зоны влияния Ахметова. Укринтерэнерго, компанию тоже вывели государственную из его зоны влияния, и его компания ДТЭК, энергетический монстр, перестала быть монополистом экспорта электроэнергии, и туда завели государственную, тут же Укринтерэнерго, влияние над которой Ахметова лишили. То есть Ахметов таки потерял, что? Нет, из этого не бывает, что-то выиграл, что-то потерял. Нет, ну помните, в любом случае, даже если мы говорим, вообще олигархи мировые, всегда это происходит, что-то выиграл, что-то потерял. Нет, тут в том смысле, что вот ничего не делает государство против олигархов-регионалов. Нет, 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 получается факт. Устарство что-то делает, но только нельзя сказать, что это лучше, кто работает или украинцам. Нет. А продолжим тему. Второй у нас одиозный олигарх, Фирташ, да? Дайте-ка нам тоже выборочку по нему. Вот буквально тоже четыре позиции мы выбрали, что он потерял за последний год. Потерял он Вольногорский горнометаллургический, Ершанский ГОК. Забрали право пользования Лемнинским и Междуреченским месторождениями титановых руд. Вывели с рынка его банк Надра. И более того, его компанию Азот обязали вернуть компании ГАЗ Украины около 800 миллионов гривен. То есть не все так, то есть не только у нас получается Коломойский бедный, или нет? Да, вот пример как раз, что видите, другие тоже теряют. И это же государственные все решения, правильно? Абсолютно. ГОС чиновников, ГОС структур. Чисто, да, чисто структура. Другой делал вопрос, кто вот эти 778 миллионов теперь в карман себе положит? ГОС чиновников. А, это уже отдельная тема, но по факту имеем. По факту, да. Самое интересное то, вопрос следующее. А кто теперь будет вот эти вот ГОКи теперь дома доводить? Они же ведь в общем-то остановились, благодаря тому, что мы типа их забрали у олигарха. Вся же беда на же то, мы украсть умеем, мы управлять не умеем. Но главное взять и поделить. Да, главное, да, вот этого взять и поделить. Как шариков, помните? Я вот прочитал переписку этого самого с этим самым. И что вы решили? А что, взять и поделить. Что-то примерно наблюдаем. Что с этого будет украинцам, покажет уже ближайший год. Очень, пока. Да, ближайший год. Кстати, идем теперь дальше. Вы знаете, вспомнил я свое СТБшное прошлое, второй скандал. Ну, это продолжение было еще прошлонедельного, а теперь вот скандал буквально с пылу с жару. Вспомнил я свое СТБшное прошлое, там своебра, дуже своеридная украинская мова, там очень своеридный литературный редактор. Да, и там слово пиар озвучивали как пигар. Вот мы сегодня в уряде, на заседании уряду побачили пигар. Да, да, да. Вот давайте посмотрим видео, задержа, прецедент, прецедент за 20-30 годом в Украине, задержание в прямом эфире. Высокого чиновникова главы, ну, экс-главного МЧСовца, назовем его, Украины Сергея Бачковского. Смотрим. Министерство внутренних справ провело надсерьезную работу щодо боротьбы с коррупцией в середині Министерства. Щойно я був проинформований министром внутренних справ про скояння злочину вищим керівництвом службы з надзвичайних ситуацій. Я хотел бы просить разрешения пригласить процессуального следователя. Я прошу запросить следчего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арсен Петрович, это не спектакль. Я вас предупредил об этом заранее. Я считаю, что это прививка. Такая публичность должна быть. Жду комментариев. Это спектакль или прививка? Чисто спектакль. Ну, он сам, в общем-то, признал, что это спектакль, тем более... Он сказал, это не спектакль, это прививка. Самое интересное, вы обратили внимание, что премьер мне заговорился. Он сказал, что провели следствие в Министерстве внутренних дел, а Ростово-Сушедро... Давайте разберите, где же вы следствие провели? Нет, чисто спектакль. Нет, толпе нравится. Сейчас рейтинг... Ну, вы, наверное, слышали, недавно был озвучен рейтинг премьера. Ну, в принципе, ничего удивительного, конечно. Ну, я знаю эту социологию, как бы оппозиционный социолог. Ну, да, но цифра минимальная. Да. По этой причине нужен пиар. И по этой причине для толпы, для людей. Ну, люди устали. Они любят пиар. Ну, Майдан, сам понимаете, давно был. Неинтересно. Держите. Знаете, такое два изречения. Люди требуют хлеба и зрелищ. Хлеба правительство дать не может. Держите зрелищ. Это такое зрелище, такое смешное, наивное. Прецедент первый в Украине. Да, правильно. Прецедент такого еще не было. Толпа будет визжать от восторга. Самое интересное, что когда толпа вот это вот получит платежки за ЖКХ, она потом, скажет, пинута, ну, вот нам. А она скажет, мы же вам шоу устроили, что хоть платить теперь платежки. Шо уж было, все. Теперь с коррупцией боремся. Ну, вот такая борьба с коррупцией в Украине. Ну, об этом Бачковском, как бы, я разное слышал. И коллеги-расследователи, журналисты тоже мне еще полгода назад разные, да. Такие интересную информацию говорили. Говорили, не знаю, вышла она в эфир или нет. Я не буду повторять, потому что, да, я не следователь. Стандартная там, это махинации при госзакупках, при том, как бы, с компаниями бывшего министра энергетики Ставицкого. Вот, ну, вы знаете, а может, это в угоду МВФ делается? Да, нет, нет. Это маконаверно, чтобы были без коррупции. Да, нет, нет, это маконаверно шоу. И пиар, нет, просто не садится, если бы рейтинг был большой. Нет, это может пиар для МВФ, а тоже они только для его, для выборки. Больше для правительства, тем более, ну, я поняла, я бы с его примером, я бы так и пиар регулярно устраивал бы. Так он и так устраивал. Такая разница, я половину присадил, а потом по выпускал, какая разница? Главное, что она картинка. Да, потому что вот пройдет месяц, вот сейчас пройдет месяц, два, ну, люди вообще забудут, что оказывается, что было. Потом тихонько спустят на тормозах, все нормально, но зато картинка. Хорошо, но есть немножко другая точка зрения довольно уважаемого мной человека. Это и мой коллега-журналист, и экспресс-аташек грузинского посольства в Украине Бача Карчелава. Он тоже не один раз был в этой студии. Вот что он по поводу масок-шоу, недомасок-шоу в Кабмине сказал. Честно скажу, все получилось очень в грузинском стиле середины 2000-х, когда Саакашвили только пришел к власти. И тогда у многих также были испуганные лица, как и сегодня в Кабмине Украины. И знаете, это давало результаты. Те, кто воровал, садились, а остальные просто боялись притронуться к деньгам и коррупционным схемам. Бачу Карчелава. Ну, тут бы я сказал так, если мы увидим хотя бы еще несколько таких посадок, и долго, и нудно это будет происходить, тогда да. Не, не, это все выдумка. Но историю Китая никто не читал случайно? В истории Китая были случаи, когда действительно, ну, чиновников садили, казнили, казнили все семьи. В каком веке? Это по-разному, было в 19-м, 18-м веке. А поближе? А поближе тоже. Ну, вот смотрите, сейчас взяточников расстреливают. Больше взятки берут все на все. Не, поймите, вот это все комедии, это смешно. Вы хотите, ну, вот вы говорите, в данном случае, давайте будем сейчас чиновника наказывать. Ну, будет брать больше взятки, чтобы откупиться. Все, это элементарно до невероятности. Неужели в Украине даже такими шоу невозможно сдолаться коррупцией? Во всех странах мира, любой чиновник знает. Больше надо, он больше берет. Все. Чемоданчик заготовить больше надо. Но в Европе уровень коррупции все-таки меньше, чем у нас. В Европе коррупции такой самый. Там просто ты плачешь адвокату. Вы что думаете, почему адвокаты берут гонорары десятки миллионов? Вот это взятка. Ну, просто игра в комедию. Я адвокату плачу 10-100 миллионов за процесс. Все понимают, что это тупая взятка, но ломает комедию, что это же не взятка. Это дорогой адвокат. Хотя, знаете... А у нас просто единственное, а ты отдаешь офшор на офшор. Все на офшор. Отчасти соглашусь, потому что те же мои коллеги-расследователи, в принципе, доказывали, что даже регионалы пользовались услугами в Европе, строили им схемы, дорогущие европейские адвокаты за тоже миллионы евро, кстати. И то же самое здесь. Еще говорю, что все, к чему это проведет. Все на все. Вырастет объем взяток. Все. Ну, скажем так, раньше откат был 75, сейчас будет брать, ну, 80. Наш будет потом занести следователь. Все на все. Мало того, вот понимаете, в чем курьез. Любой министр знает, так же, если ты не будешь ничего брать, ты уходишь с поста, к тебе приходят пацаны, говорят, 10% заборота. Я не брал, никого не интересует. Ты был на посту, с тебя 10. Мы делал тебя прыщем. Человек умный знает, я с чем на ночь крышу. Все. И вот эти все комедии, вот это Грузия. А почему сейчас коррупция в Грузии появилась? Нет, ладно, тогда не было, сейчас она взялась. Странно, как так было? Давайте, может, давайте скажем так по-честному. Ну, власть поменялась. Не власть поменялась. Про Сакашвей нельзя было писать про коррупцию. А сейчас можно. Вся разница. И все. Это очень просто. Интересно. Так само, как в Европе, вы понимаете, вот в чем специфика. Вот смотрите, мы здесь арестовали и так дальше. Давайте скажем так. При европейском закону мы не имеем права говорить, что человек совершал преступление. Будет должен быть суд. Причем суд, еще я повторяю, набравшись законной силы. Значит, апелляция, касация, последняя инстанция. Только после этого мы говорим, да, действительно человек виноват. Пока человек только задержали, то на 72 часа. Ну, может, разберутся, отпустят. Кстати, тут интересно, в случае с этим Бачковским, просто я у некоторых юристов сегодня в Фейсбуке читал. Они, я правда не знаю, факт или нет, откуда они взяли, но у них-то там свои каналы информации. Они писали, что, а есть ли решение следчего судьи, чтобы Бачковского задержать? Ну, да, тут я, ну, тут есть нюансы, я так понимаю, что любой адвокат может найти какие-то нюансы, что что-то не то сказал, потому что там, понимаете, процессуальный закон, там какие-то есть хитрости. Хорошо. Кстати, поговорили о серьезном, сейчас немножко выдохнем. Напомню, сегодня у нас в гостях экономист, президент Украинского аналитического центра Александра Харименко. Наступник появился сразу его, главного спасателя страны. Прошу любить и жаловать. Главный спасатель страны Зорян Шкиряк, бывший советник министра Авакова, который им повязал сегодня Бачковского. Нет, так он же стоял за спиной этого поварина риса. Да, и вот он стал исполняющим обязанным. Главный спасатель страны, как вам? Красиво. Красиво? Нет, ну, обыкновенно, это обыкновенная драка за власть. Больше ничего. Банально, драка за власть. А качество назначения, вот с таким спасателем мы можем быть спокойными? Вот насчет спасателя без проблем. Плавать можно спокойно в любых объеках. В водоемах, в любых, без проблем. Ну, а там еще есть военные у нас проблемы. Нет, нет, это отдельно. Я говорю, мы про спасательское плавать можно спокойно. Так они тоже занимаются, что ли? Нет, мы плавать спокойно. А, мы тогда плавать спокойно. А, то есть вы будете спокойно плавать? Нет, в океане даже, без проблем. Ну, хорошо, хоть в чем-то порадовались. Нет, ну, конечно. Спасибо, будем плавать спокойно. Вот такой вот месседж от Охрименко. Хорошо, продолжаем. Ну, не Бачковским единым. Буквально несколько дней назад, но на этой неделе, случилась еще одна громкая отставка. Главный фискал, слово, конечно, такое, фискал, да? Не звучит. Но, сами переименовали налоговую у фискальную службу. Это же мытарь, мытарь. Мытарь, ой, или мытарь, короче. Главный мытарь, или там фискал, или экс-налоговик Украины Белоуст подал в отставку. Да. И против него Яценюк же ведет расследование. Давайте послушаем. Уряд три тижни тому почав расследование против головы Державной финансовой инспекции, который, прикриваясь политическими силами, пытается утекать от ответственности. Расследование будет завершено. Матеряли будут переданы до правоохранных органов. И никакая политическая сила и никакие политические гасла не дадут возможности керевнику Державной финансовой инспекции уникнуть ответственности. А почему инспекции? Редакция, эта редакция моя подсказала мне, просто что, кроме Белоуса, кроме Белоуса, еще же против Держфинансовой инспекции тоже возбудили дело и отстранили же дело. То есть тут Белоус и плюс Держфинанская инспекция. Вот это была как бы предтеча Бачковского. И тоже все коррупция коррупция. Ну да. Так, а вот вы знаете, мне очень интересно, очень многие писали, и эксперты, и даже политики говорили о том, что на самом деле, вроде как Белоус был же человеком, нет Снюка, да, если я не ошибаюсь. Нет, нет, Белоус был выпускник тернопольского нархоза, учился в Нью-Касло, Банглии, работал в инспекциях, причем с мировым именем. Какие могут быть подозрения, вы что, на святого человека? Человек работал в крупнейшем мире инспекции банки. Вы хотите сказать, что в банке мог работать человек с запятной репутацией? Еще раз повторяй, банк с мировым именем, вы на святое руку поднимаете, вы на святое поднимаете, вы на святое поднимаете, ну как, ну представьте, вы взяли святого человека, который имеет диплом в Нью-Каслоевском университете, ну разве он может взятки брать, вы что? Мы же помните, сколько на Бадане кричали, если мы сейчас поставим всех с дипломами, они взятки брать не будут. Ну он еще про Кулюш говорил, про Кулюм лоб казал, да, а теперь получается его ставленники годичной давности. С дипломами, еще раз повторяю, с дипломами, а Нью-Каслоевском университете против них ведет расследование. А это что, это политика или вот некачественные назначения? Я бы сказал бы, знаете, такая цитата, брал не по чину. О, ага. Ну скорее всего да. Ну мы услышим окончательно. Потому что, почитайте историю Российской империи, где Николай Первый, как он сказал, у нас все берут взятки, кроме меня и наследника. И как-то так успокоился. Хотя он тоже боролся с взяточниками. Да, как-то вот знаете, Яценюк воспринял слова Порошенко при назначении еще Яремы, помните, посади трех друзей. По-моему, он их вспомнил. И решил схватить дубину и пошел сажать. Ну посмотрим, чем это закончится. Посмотрим. Теперь давайте вернемся к теме госсобственности, с чего мы и начинали. Только мы говорили о Коломойском и всех остальных. Теперь хочу поговорить об Укрзалезнице. Громкий скандал вокруг Юго-Западной железной дороги и ее главы Кривопишина. Конечно, опять-таки, мои коллеги, расследователи, журналисты сделали уйму материалов в прошлом году о коррупции на ЮЖД. И тут как-то вот проснулся тоже Кабмин, только в этом году, в марте, решил, отстранил его и все его окружение. А окружение сказало, не пустим. И там батл начался. Ответочка прилетела. Буквально ночью, опять-таки, почти в то же время, когда Порошенко увольнял Коломойского, ну если так верить, да, Фейсбуку и записи там Максима Бланка, главы Укрзалезницы. Вот он написал, вот такой с сегодняшней ночи выглядит вот так, выглядит мой БМВ, подпал, только пи, хрен меня это остановит, да. Вот, это как 90-е, что ли? Ну да, но мы же хотели 90-е, держите. Ну, мы же не хотели 90-е, мы получили 90-е, да. Смотрите, ну вот на Аболоне, в элитном районе Киева там. Дорогущая машина, вообще, внимание, куплен за трудовые сбережения. Трудовые. Все, что, значит, это непосильным трудом. Да, непосильным трудом. Кстати, к Бланку, что же много вопросов. Бортир, там тоже же были и расследования. Давайте так, еще раз повторим красиво. Решение суда вы читали? Я не читал. Ну, мы видели картинку, когда деньги изымали в прошлом году. И большие деньги. Еще раз повторяю, сейчас повторяю. Мы в Европу, ну, мы европейцы. Пока не будет решения суда, мы видели бумажки, лежащие на столе. Вот будет решение суда, только тогда можно сказать, что это были деньги. Решение суда нет, мы видели. То есть, глазам своим не верить. Нет, а в Европе четко. Но вот вы знаете, что, когда ведут процесс, почему там все показывает. И всем, если вот эти вот присяжные, вы видели своими глазами? Мы это не видели нож. Стоп, ночью убийства не было. Вот так и деньгам. Вы видели своими глазами? Учитесь по-европейски. Хорошо. Вы видите, что это за кошмар. Чтобы они попробовали что-то. А потом рассказывали, как в Европе классно. Хорошо. Смотрите. Но вот конфликт в Украинской залезнице продолжается. Уже с другой стороны, через юго-западную железную дорогу. Это тоже борьба олигархов? Конечно, борьба. Нет, вот борьба олигархов всех. Ну, в основном, понимаете, вот мы сейчас видим красивую, шикарную войну олигархов. Приятно смотреть. Другое дело, что экономику, конечно, они развалили все украину. Но красиво. Впечатляет. Кстати, в завершении об экономике. Есть, появились довольно оптимистичные прогнозы. Там, от всяких там фичей и даже от МВФ и по золотовалютным резервам. И не такое большое уже прогнозирует падение ВВП, то есть экономики в этом году. Есть почва под этими прогнозами или нет? Ну, есть прогноз другой. Хуже, что падение будет больше. Нет, прогнозы всегда есть два. Да, да. Кабинет министра все рушит. Нет, пока все начинает, пока падает. Пока. Ну, вот, берем статистику за два месяца, за март еще, понятно, нет? Два пока падает. Ну, давайте посмотрим, что будет за март, за апрель. Ну, а вы ожидаете чего? Ну, пока падает. Понимаете, вот мы сейчас падаем. Спокойно. Есть война олигархов. Она разваливает экономику. Конечно, разваливает. Если она продолжится в течение года. Будет разваливаться дальше. И будем иметь большой минус в конце. Да, ничего страшного. Война когда-нибудь закончится, будет большой плюс. Ну, это, в принципе, один из немногих сегодня позитивных прогнозов. На этом будем завершать, что когда-нибудь все будет хорошо. Спасибо, что пришли. И вам также. Напомню, сегодня у нас в гостях был экономист и президент украинского аналитического центра Александра Хрименко. В завершении напомню, что все наши выпуски можно посмотреть на канале Бизнес ТВ в YouTube, на сайте канала и на страничке программы «Хороший день» в Facebook. На сегодня все. С вами был Артем Алешин. Встретимся, как обычно, в 20.30 на «Бизнесе». Будем говорить о борьбе с ветряными мельницами, то есть о борьбе с коррупцией. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!